Вопрос, адресованный мне, относительно того, что господин Эспер призвал Россию вести себя как нормальная страна. Если он так сказал, то я отмечаю, что он призвал нас действовать как нормальная страна, а не как Соединенные Штаты. Поскольку в ином случае мы должны были бы, действуя как Соединенные Штаты, бомбить тот же Ирак, ту же Ливию в грубейшее нарушение международного права. Мы должны были бы в бюджете государственном выделять миллионы на вмешательство в дела других стран, как это сделал Конгресс, поручив Госдепартаменту тратить 20 миллионов долларов в год для того, чтобы продвигать демократию в России. И мы должны были бы, наверное, поддерживать госперевороты антиконституционные, вооруженные, как это сделали Соединенные Штаты со своими ближайшими союзниками в феврале 2014 года, когда украинская оппозиция под давлением радикалов, неонацистов разорвала соглашение, под которым стояли подписи стран-членов Евросоюза, уважаемых стран. Вот, поэтому важно понимать, что такое нормальность во понимании наших американских коллег, в частности, господина Эспера. Это новый коллега, министр обороны Сергея Шойгу, может быть, он тоже добавит несколько слов. Я знаю, что когда наши начальники генеральных штабов в последний раз общались по телефону, американский генерал выразил заинтересованность господина Эспера установить контакт со своим российским коллегой. Трудно что-либо добавить. Единственное, хочу сказать, мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными. Продолжение следует...